Если бы судебный процесс в отношении Илона Шора проходил в США, то политик не был бы осужден по делу о банковской краже ввиду отсутствия доказательств. Об этом заявил бывший заместитель прокурора Южного округа Нью-Йорка, экс-прокурор Департамента юстиции США Джастин Уодл, на прошедшей в Нью-Йорке конференции. По его словам, все материалы, призванные доказать фиктивность выплат, взятые из отчета компании Кроллы. Они не признаны в суде в качестве доказательств. Таким образом, американский суд заявил бы, что они не могут быть приняты как доказательства. Суд бы сказал, не можете представить доказательства, значит, дело будет закрыто, пояснил Джастин Уодл. Кроме того, по словам прокурора, если бы судебный процесс проходил в США, то показания главного свидетеля обвинения по делу Шора не были бы приняты судом, так как они основаны на его собственных домыслах. В Молдове главный свидетель дал показания на первом этапе судебного процесса, а впоследствии на повторном слушании он не был доступен. Но суд, основываясь на первоначальных показаниях, осудил Шора. В США это недопустимо, подчеркнул прокурор. Ранее Джастин Уодл заявил, что апелляционная палата Кишинева использовала неподтвержденные доказательства против Илона Шора, отметив, что в США что-то подобное невозможно, поскольку это нарушает фундаментальные принципы и стандарты американской судебной системы. По мнению бывшего специального агента ФБР Мэтью Хока, в расследовании по делу Шора в Молдове были допущены существенные отклонения от законодательства, и что молдавские власти не проверили достоверность доказательств, представленных в суде, в том числе информацию, предоставленную частной консалтинговой фирмой, которая провела оценку. Внимательно проанализировав ход судебного процесса и материалы, представленные, чтобы доказать вину Илона Шора, оба эксперта поставили под сомнение законность его осуждения. По этому поводу мы запросили комментарии в прокуратуре по борьбе с коррупцией, однако ко времени подготовки сюжета к эфиру не получили ответ. 13 апреля прошлого года апелляционная палата Кишинева заочно приговорила Илона Шора к 15 годам лишения свободы по делу о краже миллиарда по двум пунктам обвинения, мошенничества и отмывания денег. Данное решение является окончательным и подлежит исполнению. Адвокаты политика обжаловали приговор в высшей судебной палате. Напомним, бывший глава департамента по надзору Национального банка Молдовы Матей Дахатару, один из свидетелей обвинения в деле Илона Шора, частично отказался от своих показаний, уточнив, что произвольно назвал сумму ущерба государству, исходя из собственных домыслов. В реакции на это глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Вероника Драгалин сказала, что уверена в достоверности доказательств по делу о банковской краже. Со своей стороны, Илон Шор подчеркивает, что является невиновным.